На две недели раньше всех Чебоксарцы увидели новую российскую ленту «Географ Глобус Пропел». На большой экран она выйдет только в ноябре. Предпремьерный показ устроили в честь десятилетия фонда «Чувашия». Представить картину приехали исполнители главных ролей, режиссер и продюсер. Что они рассказали о съемках и насколько достоверно удалось экранизировать одноименный роман Алексея Иванова, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. В кинокартине наши дни в одноименном романе 90-е годы. Перенеся персонажей книги на 20 лет вперед, авторам фильма даже не пришлось менять сюжет. Такая же молодежь и идеалы у них в чем-то схожи. Эта история произошла в обычной школе города Перми. Молодой преподаватель в поисках работы соглашается вести незнакомый для себя предмет. Но изучая географию, ему приходится искать и общий язык с ребятами, которые все время строят козни. Стать своим для целого класса ему удалось. Одна из учениц и вовсе влюбилась в учителя. Такой типаж меня притягивает. Я считаю, что такой типаж, как Виктор Слушкин, он очень притягателен своей глубиной, которая в нем безусловно какая-то бездонная, неимоверная. Он очень притягателен своими глазами, которыми он смотрит на мир. Они чувственные, они не пустые. Для Анфисы Черных эта роль стала настоящим подарком. Но раскрыть образ девушки, которая влюбилась в преподавателя, актрисе оказалось не так-то и просто. На съемочной площадке Константин Хабенский для ребят и действительно стал учителем. За советами многие обращались именно к нему. Роли учеников 10-го А исполняли обычные школьники. Настоящим испытанием для них стали съемки сплава по горной реке. Там на сплаве у нас был один момент, когда у нас человек с плота упал в воду. И такой момент был, он очень испугался. Это один был из зондеркоманды Деменев. Это был первый сплав мой. В такой форме учились сами. Нам помогали, правда, но как бы вот так получилось, без каскадеров. Сюжетную линию романа киношникам удалось перенести на экраны в точности. Одна из площадок – реальная школа, в которой учился и сам писатель. Уже до выхода в прокат картина удостоилась огромного количества наград. В том числе и Грам-при, фестивали, кинотабор. Изначально создатели фильма не ожидали такого успеха. Я и режиссер, и, наверное, все, кто принимал участие в этом фильме, все знали, что его может сдать судьба такого архаузного типа. А может быть и, не побоюсь этого слова, полка. Но получилось, как говорится, лучше всех ожиданий. Многие критики уже называют фильм открытием года. Отличные оценки ставят ему даже учителя, для которых в каждом регионе устраивают отдельные показы. Прокат картины выйдет уже 7 ноября. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова